Воодушевленные лица посетителей это комплимент любой выставки, а это сплошь из работ в пастельной технике еще и первая. Первая после полугода перерыва. Музеи скучали без гостей, а художники окунались в воспоминания. Самые яркие работы вошли в новый цикл «Современная омская пастель». Открытие выставки теперь проходит камерно. Авторы, их критики и почитатели располагаются в ограниченном количестве на стульях, внимают друг к другу и пытаются запечатлеть все вокруг, будто бы этот первый раз может опять оказаться надолго последним. Ученик легендарного Алексея Либерова вспоминает, как приходил к излюбленной технике мастера. Александр Шофеев говорит, все диктует она, бумага. Мы раньше то на наждачке рисовали, то на какой-то коричневой бумаге, то на картоне. И все это как-то все время расплывалось и так далее. А тут мозгок кладешь, он прям ложится. И пошла серия. То есть я пошел, купил бумагу. У меня коробка в трехэтажной пастели лежала лет 5-10, наверное. Я к ней не прикасался, еще советская такая, знаете, хорошая пастель. И вот я несколько серий попробовал, потом просто не мог остановиться. Зима и лето, портрет и пейзаж. Взгляды авторов отличаются и наполняют, радуют и заставляют задуматься. Выбор цвета диктует и настроение, форму удивляет, но и погружает посетителей в тот самый уголок природы, куда и переносится художник. А чей-то образ то заигрывает, то очаровывает, то интригует. Кто-то отдает дань памятникам культуры, кто-то открывает новые места, кто-то с неожиданной стороны показывает знакомые. Татьяна Валентиновна остановилась у работы, где Любинский проспект Омска, в дожде, движении машин и повозок, угадываемых очертаниях известных зданий. Я открыла Кадикову для себя, никогда этого, я ее не знала никогда. То есть возникают новые имена, и это приятно с ним сталкиваться, вот так или иначе. Да, все-таки школа Либерова, вот наш город славится этим, школа Либерова, она дает себя знать, это просто замечательно. Пастель, как универсальное и равноправное живописное и графическое средство, позволяет омским художникам постоянно экспериментировать, говорит куратор выставки, искусствовед Галина Лузянина. Любой зритель, придя сюда, он идет с массой впечатлений, потому что каждый автор неповторим, и в нашей экспозиции как представлены традиции, уже сложившиеся традиции русской пейзажной живописи, советской пейзажной живописи 20 века, традиции Алексея Николаевича Либерова, так и тех художников, которые нашли свой путь, которые экспериментируют, постоянно обновляются. И вот такой пример как раз рядом с Галиной Егоровной. Вот проспект Маркса, казалось бы, что это такое? Это вот центр города. Это центр города, увиден художником, который обладает колористическим видением. И вот когда смотришь на подобного рода работы, то потом, неизменно выходя на улицу, проходя по улицам нашего города, ты вдруг замечаешь эти цвета, ты начинаешь смотреть, как это видит художник. Это тоже определенная культура, это работа с цветом, работа с композицией. Конечно, наши художники, они прививают нам любовь к нашему городу, прежде всего, посредством своего творчества, своих экспериментов, и, конечно, вот своей любовью к отношению, к разнообразным цветам, цвету. И вот это, конечно, радует. И представляется нам, что сегодня за окном не хмурый день или вечер слякой, а это вот такой оптимистичный, жизнерадостный вид города, в котором нам всем действительно комфортно и хочется каждый раз наблюдать и видеть это в нашем городе, то, что видят наши художники. Зарядиться настроением авторов и мечей приглашают в известный бревенчатый дом на улице Думской, в Либеров-центр. Областной художественный музей открыл свои двери для всех. Евгений Нефанов, Юрий Дорошенко, Антенна-7.